Ближайшую руку на 90 градусов, противоположную руку в замок, под щеку, при этом придерживаем за локоть, противоположную ногу сгибаем в колени и переворачиваем в одной оси человека. Далее ногу на 90 градусов и слушаем, дышит ли человек. Этот прием называется «поза ожидания». Он позволяет человеку без сознания дождаться бригады скорой медицинской помощи. При этом перевернуть можно человека с абсолютно любым весом, что немаловажно. Навыкам оказания первой помощи обучают в школах, в университетах, на специализированных курсах и иногда даже на работе. К сожалению, подобные уроки не всегда принимают всерьез. Отсюда и ответ, почему некоторые попросту проходят мимо, когда человек действительно нуждается в помощи. А ведь 31 статья 323-го федерального закона гласит, что не только спасатели, сотрудники полиции, медики, водители, но и любой обученный человек должен оказывать первую помощь пострадавшим и остро заболевшим людям. Если вообще говорить о первой помощи, это огромный раздел, который включает в себя и жизнеспасающие мероприятия, и жизнеподдерживающие мероприятия первой помощи. К жизни спасению что относится? Это прекращение действия повреждающих факторов. Это остановка наружного кровотечения любым доступным способом. Это восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных пустей. Это простейшие противошоковые мероприятия. Это сердечно-легочная реанимация, которую нужно научиться делать правильно. Но жизнеподдерживающие мероприятия, это и повязки, это и мобилизация примитивная. Рассказать о первой помощи за минуту невозможно, научить невозможно. Это не одна неделя теории, а главное практики. Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах могут пригодиться навыки оказания первой помощи. Но то, что они когда-либо понадобятся, вероятность более 70%. В экстренных ситуациях счет идет на секунды. А самая важная помощь – это не безразличие. Подойти, спросить самочувствие, как себя чувствуют. И, по крайней мере, оценить видимое повреждение, контактен ли данный пациент. Самое главное, конечно же, и необходимо, это необходимо скорую помощь не только вызвать и назвать точный адрес, но также по возможности дождаться ее, встретить и проводить пациенту. Самый главный принцип – если ты не являешься медицинским работником, это не навреди. Поэтому, если ты владеешь какими-то навыками и уверен в этом, если нет, то лучше дождаться скорой помощи. Как отмечают специалисты, необходимо убедиться, что помощь действительно нужна. Более 30 тысяч вызовов скорой в год приходится на чью-то лежащую куртку на земле или человека, который просто присел отдохнуть. А кто-то, увидев это взглядом из проезжающей машины, сразу вызывают медиков. Остановитесь, уделите пару минут человеку. Вы и правда можете спасти чью-то жизнь. Валерия Ермакова, Константин Старков, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова